Продолжаем пресс-конференцию. Главный тренер футбольного клуба «Динамо Миска» Артем Викторович Челеденский. Начнем с ваших комментариев. Добрый вечер. Что прокомментировать? В первую очередь хочу сказать, наверное, по результату. Результат, конечно, не такой, на который мы рассчитывали. Что на это повлияло, если разбираться по игре, первый тайм создали моменты, которые не реализовали. Просили ребят, как только мы играли быстро, то есть за счет быстрых передач, у нас возникали моменты. Что касается первого тайма, особенно при разворотах игры с фланга на фланг и вхождении, Эти моменты мы доводили практически до логического завершения. Единственное, мы не смогли реализовать те моменты, которые создали. Что касается игры в обороне, опять на первых минутах мы могли пропускать еще стандарта с аута, где опять же потеряли концентрацию при опеке соперника. Во втором тайме хотели начать игру за счет флангов, попросили ребят, чтобы мы быстрее вскрывали фланги и за счет фланговых передач завершать атаки. Но, к сожалению, наши, наверное, кто вышел на замену, ребята, очень узко заходили вовнутрь. То есть игра вся построилась через центральную зону. И в этой центральной зоне было очень тяжело что-то сделать, потому что была насыщенная оборона соперника. Как только в конце тайма, наверное, второго тайма мы доставили мячей во фланги, произошло пару моментов у ворот соперника. Если это касается, слушай, комментарий по матчу на самой игре. Не выиграли, но если посчитать статистику, сколько мы создали голевых эпизодов у ворот соперника, то во втором тайме мы намного меньше создаем. За счет того, что мы создали моменты, их надо реализовывать. Если бы их не было, это было бы совсем по-другому. Но, к сожалению, есть моменты, надо работать именно над реализацией этих моментов, которые мы создаем. Ну, мы посмотрели, нам хотелось еще добавить скорости. Добавить скорости за счет выхода Ауриньо. Ауриньо, чтобы мы быстрее начали двигать в атаке мяч. В принципе, Ауриньо дал неплохую скорость. Единственное, что, конечно, это качество передачи слангов немножко, конечно, хотелось бы получше от него видеть. Наверное, так. Не в заявке, но в ложке на микро повреждения. А у Артема тоже повреждения. Если помните, в Мозере его внесли, он получил травму. То есть, ну, пока что это только по травмам. А как со стороны? А? Ну, вы сами понимаете, человек приехал только неделю назад к нам. То есть, тяжело сказать. Вроде бы в тренировочном процессе. То есть, есть мастерство еще при том, что, как бы, он... Ну, сколько там получается? Наверное, недельки... Ну, наверное, неделька-четыре, наверное, был без тренировочного процесса. То есть, это тоже, наверное, сказывается. Еще, как бы, он, наверное, не знает всех требований. То, что мы хотим видеть. Плюс ко всему... Плюс ко всему, то есть, ну, очень мало времени адаптации. Мы пока что в коллективе, мы привыкнусь. Ну, вы знаете, когда хорошие футболисты есть, то есть, в любом случае, для тренера это выбор. Даже, как бы, сегодня я понимаю, что уже мне полегче. В том плане, что когда было, например, первые игры там с Гомелем, на усиление было практически только молодые футболисты. Сейчас у меня уже есть выбор. И с этим легче, как бы, получается. Ну, и сейчас, как бы, конкуренция возрастет у ребят за счет того, что пришли другие футболисты, с которыми надо им конкурировать. То есть, кто будет сильнее, тот, скорее всего, будет играть. Ну, все зависит от самих ребят. В принципе, предложение есть, но ребята пока не хотят, наверное. То есть, это от них будет, в первую очередь, зависеть. А вы сами понимаете, аренда только первая лига, высшая лига уже забудет. Редактор субтитров А.Семкин